здарова народ с вами варчик и у нас подъехала вторая серия apple прем танков устаревших какие же еще будет апать картошечка конечно же устаревшие и в этот раз апнет целых четыре танка причем один из этих танков танчик для волонтеров которого практически ни у кого нет и су-130 еще три мусора которые устарели в тот момент когда появились колесники в игре это 3 лтшки т-92 fv 1066 сэндлок и м41d что же апнули и су-130 который почти ни у кого нету ей апнули и пробитие и добавили 10 снарядов боекомплект было 25 будет 35 и мобильность мощность двигателя на 80 стала 600 и удельная мощность получается 1277 и углы горизонтальной наводки с минус 2 на минус 10 классно апнули птшку зачем непонятно у кого она вообще есть тоже непонятно также сложно взять и все прям танки за один раз папать протестировать чуть-чуть что-то где-то там подправить если что-то не так и все добавить в релиз надо по четыре танчика апать раз в полгода я на этом корыте никогда не играл никогда играть не буду хороший этап или нет даже не представляю и вряд ли кто-то из вас это тоже узнает и в рандоме в принципе этот танк ни разу жизни не видит дальше т-92 который мне очень раньше нравился он был крайне приятный удобный он в принципе таким и остается но он отстает от всего рандома по мощности по огневой и в принципе по силе он устарел он слабый на фоне остальных танков и особенно он стал слабым когда добавили колесники что же апнули этому танку бронепробитие под калибером было 175 будет 189 на 500 метров пробития этим же под калибером было 173 будет 182 и бронепробитие кумулем было 210 станет 230 в целом до голды не хватало пробивать там каких-нибудь защитников вы зимой зоны или еще какую-нибудь бронированную технику до пробития голду не хватало окей вот это и все это весь об это там как был мусором так и останется мусором по одной простой причине его унизит любой колесник любая лтс повышенным пробитием фугаса и вообще в принципе в рандоме он сильным все равно не будет он не успеет ни за каким колесником он будет отставать ему не хватит максималки у него малюпусенькая альфа на нем как было тяжело играть так и останется да он приятный удобный на нем комфортно играть но одним комфортом весь рандом не победишь и в целом большинство карт так сделаны в картошке что на них на лтшке первую часть боя нечего делать а вторую часть боя если вы выжили вы сможете повлиять на бой если ваша команда не вся сдохла а хоть кто-то остался если это турбослив вы в конце боя ничего не сделаете на одной лтшке еще и на такой слабой поэтому мне кажется этого апа недостаточно и таким лтшком не хватает альфы или какого-то пробития фугасом чтобы дать сдачи колесник какая разница другим лтшком колесником допустим повысилась пробитие у этой лтшки или не повысилась если у колесника нет брони что с пробитием 175 ты колесника пробьешь что с пробитим 189 ты колесника пробьешь этот об вообще ничего не дает вот просто по сути ничего иногда в некоторых микро моменте ках вы будете некоторые танки бронированные уязвимой зоны пробивать чуть более уверенно все это не об это не о чем по накрутили всем брони целую кучу понаделали танков без уязвимых зон и тут решили чуть-чуть пробить и ап лтшки которая просто слабая во всем по сравнению с остальными танками в рандоме плюс еще коридорной карты дальше нас сэндлок британская лтшка 8 уровня разброс на 100 метров с 036 на 034 и обзор с 400 на 410 это большой ватный сарай который опять же в лт может очень слабо поскольку ему тяжело на таком сарае кого-то там пересвечивать активно светить или в принципе быть хоть каким-то светляком в бою на таком большом корыте тяжело да у него прикольная пушечка но в целом это не лт это большое всратая ст которая и не в ст не может жестко никак отыграть и в лт она тоже не сможет и когда в твоей команде такое ведро есть ты даже не сможешь тыкнуть ему типа поесть посвяти братан что ты не светишь потому что он не сможет на этом ведре посвятить он сдохнет его любой танк пересветит и не только лтшка но и стшка поэтому опять же этот танк изначально у него такая концепция что его нужно было строить как ст потому что как лт он никогда в жизни не будет нормальным а как ст у него недостаточно там альфы жесткой брони там и так далее он не сможет ничего продавить или удержать позицию или жестко как-то заехать и всех нагнуть все то что могут стшки это танк все равно не сможет и в лт он как не мог так и не сможет следующий танчик м 41d китайская премиумная лтшка грубо говоря это бульдог но китайский с пушкой не альфовой а такой поменьше альфа но более скорострельная в чем прикол этого танка в том что типа у него там дпм вся фигня но это здоровенный коробок который всегда горит всегда взрывается маскировки особо нет брони просто ноль от фугаса он страдает от колесников страдает от арты тоже от коридорных карт тоже как лт он ничего не может от толком отыгрывать и светить как ст это тоже слабый танк что ему апают что-то там сделали с разбросом движения на максимальной скорости по цифрам ничего не понятно с 0 14 на 0 14 еще какой-то чепухи в скобочках по написали ни черта не понятно мобильность апнули максималку с 65 на 68 теперь вы сможете еще быстрее отправляться в следующий бой и максимальная скорость назад с 22 на 24 это если вы каким-то чудом выжили вы сможете чуть чуть быстрее отъехать назад и обзор с 390 на 410 до прикольно что лтшки апают скорость после того как добавили колесников большинство лтшек скорости всегда не хватает но всем этим лтшкам не хватает альфы потому что карты коридорные бои разыгрываются позиционные и первую часть боя на многих картах на таких лтшках делать нечего мы никак не можем вообще повлиять на начало боя и на середину на некоторых картах кроме как сдохнуть и потащить за собой всю команду союзник и только в конце боя если мы доживаем до него мы можем за счет того что пространство стало на карте больше поездить и что-то поделать поэтому все эти апы полная параша эти танки как были мусором так сто процентов мусором и останутся да в некоторых ситуациях косметически там их подправили они будут чуть чуть лучше себя чувствовать чуть-чуть комфортней но в целом это ни о чем ни один запов этих лт мне не понравился прикольно конечно что у них обзор по 410 сделали всем кроме t92 но на некоторых картах такой обзор и не нужен поскольку там карты метр на метр коридорные и на них светить особо то и нечего а на больших открытых картах вас колесник все равно пересветит опять же если у него нормально все с экипажем и оборудованием в рандоме те еще нагибаторы попадаются но в целом что я вижу эти лтшки апали немножко в сторону лт им добавили обзора некоторым чуть-чуть скорости это лтшка t92 которым больше всего является лтшка среди этих всех трех я и апнули немножко пробития но это так себе на мой взгляд им всем трем не хватает альфы хотя бы там по 220 240 чтобы хоть как-то влиять на начало и середину боя с вами был арчик играть красиво всем пока